В Житоверской области люди травятся российским аммиаком. Одна из агрофирм построила своеобразный перевалочный пункт яда химикатов прямо возле жилых домов. И там периодически происходят выбросы. Почему обращения в различные госструктуры и контролирующие органы не дают результатов? Разбирался Руслан Смещук. Газ это высокотоксичный аммиак. Цистерна с ядовитым веществом в селе Скочище Житомирской области появились в октябре прошлого года. С тех пор ближайшие дома, которые находятся всего в 30-40 метрах, периодически накрывают едкими испарениями. У тех, кто живет к цистернам ближе всего, уже начались проблемы со здоровьем, которые со временем будут только усугубляться. Перешить в горле и слезятся очи, и депечия. И у меня сегодня от меньшей дитине 6 лет, в старшем сыну 16. Он просинается в ночи от того, что он задыхается, кашляет, говорит, что мне воняет. И оно страшно. То, какие будут последствия, как оно пройде через пів года, через два. Потому что все, кто не скажут, прогнозируют. Те, кто мают дело с химией, они недолговечные. Местные жители рассказывают, аммиак и другие химреактивы привозят по железной дороге на местное сельхозпредприятие, которое и построило своеобразный перевалочный пункт химикатов всего в нескольких десятках метров от жилых домов. Причем привозят его, похоже, из России в российских же вагонах. Из России приходят? Свердловска, по-моему, не здоровая. Уралхим. Ураль. Уральска, да? Да. Уральска стоять бывает понедельник, ці вагони, бочки за мяком, пока їх выкачують. Жители обратились к государственным екологам и в прокуратуру. Дело поручили местной полиции, которая в конце прошлого года расследование хотела закрыть. Но тут мешалась прокуратура. Следствие возобновили. В ходе судового расследования слідчим принято постанову про закрытие данного проваджения. Однако, вивчением Кростышевской місцевой прокуратуры материалов криминального проваджения вырешено скасовать, вынесено постанову про скасование, постанови слідчого про закрытие криминального проваджения. И даже обещают, что в ближайшее время будут результаты. Правда, какие, не говорят. Тем временем на предприятии общаться не хотят не только с журналистами, но и даже с госэкоинспекцией. Мы идем туда вместе с инспекторами и начальником службы. Закрив дверь, охранник уходит якобы позвонить руководству. Тем временем инспектор рассказывает. После жалобы местных жителей пытались несколько раз попасть на предприятие. На том этапе, або на той момент, когда здействовалося обстежение, соответственно, до звернения, на территорию предприятия, держинспекторов не допустили. Відповідно, не удалось провести обстежение, не удалось провести отбир проб. Вскорее опять появляется охранник с инспекторами, разговаривает через забор. Я обещаю, я догонеться не могу. Так, так. Выйдите, пожалуйста, что мы вас бачили. Я звоню, он или на выезде, или телефон встал. А вы не открите двери, чтобы мы могли вас побачить? Нет, не нужно. Не потрібно. За кадром инспекторы говорят, что в таких ситуациях сделать они практически ничего не могут. Нет необходимых полномочий. Ну а пока идет расследование. Экологи безуспешно раз за разом пытаются попасть на предприятие. Люди живут в ожидании очередного токсичного выброса. Руслан Смещук, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер.